бам всем привет вы на канале гараж 28 сегодня в ремонте и на обзоре зарядное устройство кулон 715 а вскрываем смотрим что с ним не так оно абсолютно рабочие но у него порядочных косяков так кратко пробежимся по характеристикам зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов с функцией блока питания блок питания с напряжением 15 вольт максимальный зарядный ток 15 ампер регулировка зарядного тока блок питания с напряжением 15 вольт индикатор зарядного тока защита от короткого замыкания переплюсовки и перегрузок все больше никакой информации особо нету бам так здесь у нас какая проблема западает амперметр то есть он может завалиться вниз от завалился и застревает также зацепляется за стекло где-то в районе 7 8 ампер стеклышко я снимал стрелку подгибал и сейчас вроде более-менее работает здесь выгорел предохранитель он сделан на весну это делание это сделано до меня также здесь поплыла клемма вот эта плюсовая видно что здесь был нехилый такой нагрев в общем это тоже бы надо исправить сзади у нас отсек для проводов 12 вольтовые крокодилы сетевой провод здесь активное охлаждение я его на стриме последнем уже вскрывал проверял тестировал прямо на стриме кстати делал стрелку и вентилятор очень сильно хрипел пердел ну то есть издавал слишком много звука я его смазал и он полностью остановился в общем сегодня будем его менять насчет предохранителя вот была бы у меня нормальная колодка я бы сюда ее поставил но такой колодки у меня нету и с хозяином зарядника мы уже обговорили этот вопрос решили что предохранитель остается таким какой он есть то есть в принципе мое дело добиться не зависания стрелки это раз вторых выправить клемму и в третьих заменить вентилятор зачем заморачиваться выдумывать какие-то специальные шурупы когда можно обычный саморез использовать до строитель тоже неплохое решение так как это российская сборка здесь все сделано настолько просто настолько хреново что ну слов просто нет итак первонаперво на что падает взгляд очень слабые провода которые у нас идут на аккумулятор здесь никто не удосужился даже фитинг поставить нормальный просто узел на сетевом проводе и все вентилятор без разъема а я хочу поставить разъем на всякий случай сам вентилятор не обслуживаемый то есть здесь мне пришлось маленьким маленьким сверлом просверлить дырочку и загнать туда масло вентилятор при этом крутится то есть вручную крутится но напряжение подаю он не работает вот видно что лопасти проворачивается ничего вроде не задевает и он несъемный блин это вот вообще верх идиотизма то есть здесь было четыре направляющие ну тип не шпильки шпилька с резьбой да четыре направляющие штыря на которые оделся вентилятор с небольшим зазором и здесь тупо они расплавлены чем-то раскаленным типа паяльника и все это во первых во вторых несмотря на то что вентилятор здесь есть здесь у нас на мосфетах я так понимаю два больших радиатора его все равно мало то есть я пробовал заряжать аккумулятор то есть где-то ампер 7 он выдавал при этом он грелся тепло очень сильно шло от самого зарядного устройства вентилятор поставим чуть-чуть но покрупнее так как говорю уже было вскрытие то есть я подготовился к видео ролику поставим вот такой здесь у нас вентилятор стоит по креплением 35 так типа 40 на 40 а мы поставим типа 50 на деле он наверно сороковой по креплением 40 на 40 он будет немножко крупнее но раз не подходят крепления то соответственно нужно будет переделывать весь крепеж всю возьму вот эту с пересверловкой тут придется быстрее всего убирать вот эту решеточку и устанавливать другую также я хочу немножко увеличить отверстие то есть тут диаметр наверное придется увеличить миллиметров на 15 до даже не на 10 все это останется за кадром в принципе я всегда забываю перед ремонтом сделать так скажем проверку того что имеется на данный момент сейчас мы его проверим и так берем аккумулятор который у меня забран на зимовку с и шоды кто подписан на канал и знают почему аккумулятор здесь машины здесь нету это у нас 64 ампера часов вот тогда так самореза не ставим то есть он у меня сейчас не собран просто одеток корпус включаем небольшой ток уже появился и прибавляем и стрелка то зависла вот она какой-то момент она зависает как будто дальше не идет сейчас выкручен максимальный ток бежит всего 5 ампер вот про то что я говорю я щелкнул она по инерции полетела дальше и зацепилась за стекло вот так щелкнешь она отваливаться опять тот же эффект то есть стрелку надо выправлять так плюс сейчас у нас не работает вентилятор сейчас я прямо собранный его открою аккуратненько скинем провод достанем вентилятор и видим что он не крутится попробуем его оттолкнуть он пытается куда-то крутиться но что-то с ним не так допускаю мысль что при просверловки я попал не в подшипник возможно повредил плату но маловероятно проверять уже вскрывать само собой наверное не будем потому что повторюсь даже рабочий вентилятор здесь нагрелись уже пластины кстати и почему-то при касании вот этой вот этого радиатора у меня из динамиков появляется шум как он завязан только по 220 дальше все ни к чему не идет это значит напряжение через меня проходит куда-то ладно так отключаем в принципе не нагрелись отключаем аккумулятор и приступаю к ремонту так вот кстати предохранитель который выгорел вот так вот у хозяина сделано решение колхозно но надежно так скажем то есть он не в пластмассе здесь не горючая изолента тряпичная используется в общем все нормально блок питания импульсный когда полностью от корпуса избавиться вот так все равно мне выпаивать провод там видно на той стороне платы не хватило места для бедного конденсатора и его бабахали сюда странно так рядом с транзистором да действительно там место под конденсатор не хватило я вот здесь конденсатора нет почему-то вот эти два стоят там нет российская сборка что тут скажешь так здесь быстрее всего поставлю полностью разберу клеммы и поставлю с шайбами то есть во первых шайбы будут больше площадь соприкосновения давать и во вторых будут служить каким-то символическим теплоотводом то есть не должно вот так просто проводом утаскивать пластмассу разогретую ситуация знакомая подобная я уже встречал не один раз в принципе выправиться должно очень на это надеюсь так полностью все распозгал вентилятор уже снял ну что и говорил держался вентилятор вот на таких выступах и был просто заплавлен вот сам вентилятор уже откушен здесь поставлен разъем обычный компьютерный трех пинка и по передней панели жесть вообще как и увело вот здесь все внутрь даже видно как шайба вошла а я хотел вытащить вот эту колодку настолько сплавилась если здесь еще вроде она не сильно сплавилась то здесь пластмасса уже слилась попробую дремелем подрезать и все-таки вытащить ее а также феном нагрею вот эти места и вгоню обратно в одну плоскость посмотрим что получится и так что мы имеем на данный момент феном нагрел вот с этой стороны пластмассу прямо на тисках на наковальне приложил и продавил и в принципе все горизонте ничего не выступает здесь полностью вырезал колодку и о чудо я нашел вот такие колодочки у себя и в принципе довольно неплохо они сюда встают встают другой вопрос надо ее как-то залить клеем или чем-то потому что когда будут втыкать предохранитель она уйдет внутрь этот вопрос решится у меня вроде бы где-то есть супер клей не термоклей термоклей здесь не поможет опять же здесь присутствует нагрев то есть он стечет болты возможно возьму немножко подлиннее опять же чтоб тепла отвод был больше так по колодке понятно дальше амперметр и как видно здесь у нас пластина со шкалой почему-то загнута я сейчас выкручу вот эти два болта сниму ее и немножко разогну обратно плюс причина западания на нуле здесь желтый провод сразу уходит внутрь и как клином туда попадает стрелка и там застревает есть провод достаточно просто вот так подогнуть все расстояние очень большое больше и там цепляться негде даже видно сейчас уже она там больше не застревает когда сниму шкалу немножко пинцетом подогнул саму стрелку тоже внутрь как бы отдалить ее от стекла что еще здесь у нас точная регулировка под отверточку выставлять 0 но у меня сейчас вот так выставлен 0 так это вертикальное расположение у нас символ того что прибор предназначен только для вертикальной установки когда я подгоняю сюда регулятор и выставляю но тут язычок такой маленький и при вращении отверткой то есть идет вот такая всего лишь регулировка 0 не выставляется поэтому выставляем вот так проверяем в вертикальном положении так 00 в горизонтальном соответственно немножко дальше заходит а гравитация и как видим регулировочная планка проходит мимо регулировочного болта но ничего страшного лучше один раз настроить и больше не трогать чем будут постоянно неправильные показания до вертикалки полный ноль в горизонтальном немножко отходит от нуля стекло слава богу не заклеенная с прибором все понятно шкалу сниму за кадром стрелку поправлю за кадром вентилятор снял поставил тот который хотел 45 на 45 проставки не потребовались потому что сетка вынесена наружу изначально хотел сетку сделать внутри но за счет того что она наружу как раз она немножко отодвинута от лопасти вентилятора на ширину вот этой пластины то есть никаких задеваний не будет даже если туда вдавить немножко решетку все равно ничего не цепляет но мы и выдаем немножко обратно здесь разъем уже впаян то есть изначально родные провода были вот такие тонкое сечение это возможно 075 но родные клеммы пришлось снять стояли вот такие автомобильные обычные то есть колодка была все равно немножко другого типа на предохранителях у нас намного уже пластины возможно был плохой зажим хотя клеммы очень плотно одеваются а здесь клеммы стоят немножко другого типа то есть сюда она бы не влезла пришлось или бы выбирать пластмассу опять же при нажатии она бы съезжала немножко туда не полностью бы одевался предохранитель поэтому я снял родные клеммы разогнул усики пропаял и впаял родные провода загнул обратно усики все защелку она защелкивается вот эта колодочка сейчас покажу как все это выглядит раз защелочка два защелочка и вот так выглядит внутри эта колодка здесь есть направляющие штырьки вот эти которые держат на месте сами клеммы за счет чего они не продавливаются внутрь опять же еще внизу клемма упирается в специальный буртик в общем тут все сделано по уму единственно что клеммы немножко меньше размером но опять же я не использовал родные провода я сделал пайку на родную проводку то есть по идее ток они должны выдерживать по сути по доделкам все объяснил осталось только все это сделать собрать обратно и проверить и так предсборочный обзор вентилятор у нас стоит вот так дует на радиаторы здесь у нас разъем от вентилятора то есть любой момент можно разобрать и эту планку вытащить здесь отсоединить здесь болты поставил намного длиннее родные болты у нас были вот такие и вместе с двумя шайбами гайкой фиксирующий болт одевалась вот этот гайка но барашек ну буквально наполовину теперь намного длине получается как раз в длину полную длину гайки выступ вот этих шпилек опять же предусмотрела опять нагрев шпилек то есть здесь поставлены мощные шайбы от немножко подровнять и сзади тоже поставлены мощные шайбы плюс еще проставочная шайбы типа радиаторов греться уже просто ничего не должно даже если он нагреться до такой температуры чтобы расплавить пластмассу дойти не должно колодку предохранителя заклеил супер клеем с содой старый добрый лайфхак опять же большая площадь соприкосновения не даст пластмассе гулять по крайней мере я надеюсь что до таких температур рабочее состояние у этого аппарата не дойдет так думаю куча чуток куча предохранителей сразу проверим отлично держит не выпадает то есть предохранитель можно спокойно менять если он выйдет из строя все собираем ставим аккумулятор проверяем амперметр чуть говорил подровнял табло выгнул и стрелку прижал ближе к самой шкале так осталось исправить еще один косяк вот это такие вот вилки тоненькие но практически из фольги блин сделан как вот так вот нашел серьезные советские клеммы под пайку и они тут будут прекрасно зажиматься немножко длиннее но ничего страшного а ну и еще надломлен уже провод болтается вот в этом месте поэтому тупо кусаем припаиваем изолируем и все зарядник полностью собран и предохранитель установлен указано 27 я поставил 20 ампер вообще на обум кстати ставил там желтый стоял тоже 20 амперный так амперметр у нас нормально работает сейчас включаем кстати вентилятор перри запитал потому что при старте он не срабатывал я подключил параллельно на выход то есть как только вставляешь вилку в розетку на клеммах появляется напряжение вентилятор сразу срабатывает и даже если не включать вилку в розетку а просто подключить клеммы к аккумулятору он тоже сработает но также я не смог удержаться и ну вы меня знаете где светодиоды светодиоды конечно же светодиоды я сюда запараллелил параллельно вентилятору и питанию маленькую светодиодную ленту а к сожалению белую синяя у меня кончилась и так проверяем включаем вот она подсветочка сработала то есть даже в темноте видно что зарядное устройство под напряжением удлиненный шпильки позволяют гайкам почти полностью закрутиться даже с клеммами да немножко это как бы на случай замыкания немножко более опасно стало то есть здесь открытые клеммы и здесь но и предыдущая версия подразумевала что если что-то железное сюда упадет все равно бы замкнула защита как на коробке написано от короткого замыкания здесь у нас имеется вентилятор работает даже просвечивает плата местами так теперь отключаем и проверяем то что я говорил клеммы накидываем на аккумулятор и он тоже сработает работает плюс при зарядке напряжением немножко на клеммах увеличивается и обороты увеличиваются у вентилятора тоже в предыдущем способе подключения вентилятор крутился всегда одинаково в данном способе допустим а смодулируем такую ситуацию допустим сильно высаженный аккумулятор очень долго стоял на зарядке вентилятор успевал пока крутился обдувать радиаторы и резко пропадает напряжение вентилятор тут же остановился бы в старом подключении и какое-то тепло продолжало бы еще с мосфетов с транзисторов уходить на радиаторы здесь же если напряжение отключилась аккумулятор продолжает крутить вентилятор плюс если вырубился свет пункт 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 даже в темноте вы увидите что у вас остался включенным зарядник и пойдете и тупо отключите клеммы до согласен это маловероятное развитие событий и маловероятно защита от дурака но жизнь бывают такие ситуации подкидывают которым ну просто не готов и в данной ситуации если отрубилась напряжение аккумулятор будет потихоньку высаживаться а здесь за счет световой индикации сразу в темноте будет видно что нужно аккумулятор отключить ну как то так в общем надеюсь донес до вас мысли которую преследовал сам включаем регулятор на минимум подключаем аккумулятор минус плюс обороты немножко упали но сейчас и напряжение идет потому что все выкручено в минимум прибавляем обороты увеличились ампераж падает то есть он в принципе заряженными он стартанул где-то с 10 и быстренько до 6 упухло но тоже почти 5 сейчас поставим другой аккумулятор москвичевский это у меня одовский попробуем москвичевский 5 ампер и так москвичевский так тут у нас плюсовка другая плюс здесь минус здесь на максимум принципе он не просевший тоже быстро довольно таки стал в режим зарядки можно поставить допустим вообще вот так 3 ампера и он и так и будет давить 3 ампера пока полностью не зарядит так теперь проверим на предмет зависания стрелки так врубаем на максимум и просто тупо раскачиваем и полностью из одной осечки в другую бьется и все нормально нигде не зависает отлично неплохо бы сильно посаженный аккумулятор взять а но он же у нас является блоком питания как заявлено на коробке можно дать нагрузку допустим ватт в 100 я могу дать нагрузку кстати чувствуется тепло немножко уже идет часто по возьму лампочку от фары и подключу ее так вот это у нас минусовая клемма вот эти две нам надо замкнуть я замкнул полностью клемму так я его вывешу аккуратненько в сторону их замыкает смотрите-ка не предохранитель не сгорел не отключился получатся учет тупо ток понижает так как бы сделать то чтобы не замыкала так нормально по крайней мере камеру не упасть о пожалуйста сколько у нас тут где-то 12-13 ампер лампа начинает обгорать я боюсь у меня коврик сгорит сейчас минутку что-нибудь придумаем кусок железа в этом гараже есть кусок железа так отлично аккуратненько из кадра выведем лампу смотрим где-то 11 ампер выдает то есть у нас там спираль на 60 ватт и спираль на 55 ватт я их обычно округляют до 120 а 12 вольт на 120 то есть 120 на 12 получается 10 ампер здесь у нас чуть больше теплый воздух идет но не сильно то есть вентилятор сейчас поток от вентилятора воздуха охлажденного намного больше и я думаю он не будет сильно и греться даже при старой вариации он довольно сильно грелся в принципе ремонт закончен колодка восстановлена нормальная работоспособность амперметра восстановлена клеммы перебраны и не греются даже под 10 амперами ничего не греется сделана нелепая подсветка переделан режим вентилятора обновлены клеммы вилочки и ремонт полностью закончен кому было полезно видео или понравилось ставьте лайки подписывайтесь на основной канал лайв канал instagram группа вконтакте тикток где там еще там и есть а яндекс дзен всем спасибо за просмотр спасибо за уделенное время и как всегда всем всего самого самого наилучшего пока сейчас регулятор выкручен в минимум показать где-то 2 ампера и нить еле нагревается будем сейчас потихоньку прибавлять к чему это я к тому что я только сейчас заметил принципе можно было додуматься но это мысль которая никогда не приходит в голову и знания нафиг не нужны я думал что вот это зеркальная зеркальный рефлектор не разокрывается до красна смысл в его зеркальности если он становится красным сейчас включу он разогреется и сразу выдерну из розетки вы увидите что он красный как и спираль и остывает потихоньку так хорошо руки греть гараже всего 8 градусов вырубаем вот видно он был красным сразу потемнел при этом полностью сохранив свою зеркальность так все в принципе все поэтому заряднику больше сказать нечего все работают клемма холода предохранитель ничего не нагрелся колодка не проваливаться амперметр работает упаковываем и все отдаем так скажем хозяину сейчас кстати посмотрю сколько они стоят ради интереса вот такая блин левая сборка у него вообще ну просто тяп-ляп как как у нас принято на работе говорить на отъебись собран а они еще и на потоке такие да единственное что мне еще хотелось бы наверное исправить если бы это был мой зарядник я бы это исправил кольцевые клеммы которые садятся на вот эти болты они тоже сделаны из такой же фольги как и клеммы которые на проводах были но они нагрев выдержали они не повреждены не надломлены я их немножко опаял и как бы оставил их плюс они между двумя здоровыми шайбами которые по диаметру даже больше чем сама эта клемма там никакого нагрева никакого перелома быть не должно контакт надежный теплоотвод надежный так 20 ампер здесь была инструкция и как я говорил а нет я не говорил это я говорил на стриме а здесь стоит жучок проволока намотана так что нормальный предохранитель тоже положим хозяин запас малый она ставит жуков а потом зарядники у них горят как же усран стол коврик точнее сказать теперь точно все а цена судя по яндекс маркет то такие устройства стоит 2 800 2 700 ну грубо говоря двух с половиной до трех тысяч вот теперь точно все спойлеров не будет и так вскрытие показала что пациент умер задолго до вскрытия и очень хорошо что он сломался именно сейчас во время ремонта зарядного устройства так версия что я случайно попал сверлом в плату не оправдалась отверстие которое просверлил вот оно оно в подшипниковой втулке то есть я попал сверлом вот в эту прокладку я залил туда масло и все он перестал работать при этом масло не попадало ни сюда никуда почему хорошо что он сломался потому что если бы он сломался во время зарядки у хозяина и зарядное устройство осталось бы без охлаждения а без охлаждения я проверял когда он сломался как раз я проверял на на последнем стриме когда я вскрывал это зарядное он как раз и отказал я не сразу тоже это заметил заметил именно по температуре думаю почему такое сильное тепло идет от зарядника потому что не работал вентилятор и реально во время зарядки он греется как кипятильник так что вообще с течения обстоятельства очень замечательно что он сломался именно у меня сейчас там стоит намного производительный вентилятор проверенный этот вентилятор был обкатан само собой где-то на компьютере плюс здесь после смазки он еще несколько часов у меня висел на стенде крутился чтобы разогнать нормально смазку и он тоже немножко шелестел после смазки он ну в принципе замолк там же в заряднике его слышно только и потому что перед ним стоит решетка она режет воздух и при этом такой полусвист получается такие дела теперь точно все и всем пока время пол первого ночи я только закончил зарядник и сегодня они выходные сегодня был вторник наступает среда и мне вставать через четыре часа на работу а я пилю контентик нормально после этого объявления мне наверное влетит на работе потому что мое начальство тоже бывает посматривает видеоролики но на моей стороне то что я вчера замечательно выспался всем коллегам кто меня смотрит отдельный привет эту